Привет, друзья! Спасибо вам за ваши комментарии к прошлым видео, за вашу поддержку. С этого всегда теперь хочется начинать, потому что очень много всяких происшествий было за последнюю даже неделю, я бы сказала. И не только у нас, хотя и у нас сполна тут тоже всяких очень-очень неприятных вещей. Давно очень хотелось снять видео про режим дня многодетной мамы. И все вот никак у меня не получается, потому что столько забот и хлопот. Бегаешь, бегаешь. Проще, конечно, снять 10-минутное видео, смонтировать, так сказать, на коленке, быстренько выложить в интернет и бежать дальше. А вот про целый день рассказывать сложно. Но очень хочется. Почему? Объясню тоже. Есть мотивы. Сейчас многие из вас знают мой WhatsApp и стараются мне туда писать. Кто-то звонит даже, кто-то пишет. Вообще, я его давала, когда мы продавали козлят, ну, чтобы могли связаться покупатели потенциальные. Ну, а получилось так, что люди стали его уже использовать в личных целях. Нет-нет, я не ругаюсь. Но мне просто хочется вам объяснить, что в сутках, конечно, 24 часа, но только не у меня. Вот. И тут такой момент. Значит, встает многодетная мама Оля. Ой, сколько я встаю? Ну, без 15,5, надо полпятого. Вот. Встаю я и иду в свой любимый сарай. В один, второй и третий. Как я иду и что я там делаю, сейчас увидите. Спите. Доброе утро. Чего? Чего? Уже есть? Подавай. Проснуться не успели. Кудряшка. Кудряшка. Калинка моя. Чего ты мой хороший. Ой, за вас ты. Привет. Привет, рыжики. Привет. Доброе утро. Доброе утро У всех по тягушечке Все проснулись С 5 утра Хозяйка вас тут беспокоит с самого утра Как же так-то Скажи, нам бы еще спать и спать А нас уже беспокоит Что такое Леона? Что такое Леона? Друзья, доброе утро Леона тут тоже подпевает Мой день начинается около 5 утра Около 5 утра это бывает пол пятого Бывает без 15 и 5 Не первым делом, чтобы прийти в себя И проснуться, я выхожу на улицу Да, я еще пока ничего не делала Мы еще не чистили навоз Не начинали кормить никого Да и тем более Еще слишком рано Но посмотреть, как дела у нас В животных, в сараях Как у них все Так сказать Со здоровьем дела Обязательно надо Во-первых, освежаешься Сам просыпаешься Во-вторых, успокаиваешься За ночь оно ведь как? Спишь вроде бы Но мысли не дают покоя После наших последних происшествий особенно Все равно переживаешь очень сильно Мало ли что Ну сейчас вроде Чуть-чуть поугомонилась Со своими эмоциями Справились Теперь что остается делать Продолжать жить дальше Вот так вот еще Солнышко даже не встало Еще Нет, встало Чуть-чуть раньше меня встало Солнышко И мне, конечно, хорошо становится Уже на душе Кормилицы мои Кормилицы мои Малышка Ты все такая же пугливая Малышка Ну Чего ты, чего Это как бы короткая зарисовочка Утреннего подъема Потом, естественно, дойка Малышка Малышечка Давай мы будем доиться Малышечка Красовица моя Тоже уже покушали Да? Покушали уже своего комбикорма Сен вам дали Водички попоили Потекло молочко Малышка ц Так, ну что, 7 утра Уже пободрее голос, да? Короче, уже убрались Даже покормили комбикормом Молодняк Наша Нетель Кстати, хочу пригласить Тут специалисты по УЗИ Все-таки удостоверятся Ну, как говорится, на 100% Что она стельная Чтобы уже статус Нетеля был закреплен Вот, раздали сено Лежат, отдыхают Короче, покормили, попоили Козы тоже на прогулке уже Сенцо пожевывают Комбикорм доедают Уже подоились Да-да-да-да Козел Ты красавчик О, зайцы-кролики Нос, нос, нос Давно у меня была идея Снять такое видео Где буду озвучивать Во сколько чего делаю Такой маленький Видеообзор Многодетной мамы По хозяйству По моим делам Ну, в том числе Сколько же все-таки Чтобы вы понимали Сколько у меня На самом деле Часов в сутках Иногда мне кажется Что мне хватает 24 часа в сутки Иногда кажется Что не хватает Иногда кажется Что можно и не ложиться спать Чтобы все успеть Дойка закончилась И нужно бежать домой Дома уже готов завтрак Или надо приготовить Иногда я с вечера кашу варю Иногда Утром приходится Вообще Лучше, конечно, с вечера Но это если есть силы У меня 5 дошкольников И 5 школьников Ну, старший сын Сейчас в кадетском учится Так что Четверых я только В школу отправляю Но они у меня молодцы Самостоятельные С ложки кормить не надо Как вы понимаете Но тут как бы Осложняется все тем Что малыши Тоже встают в это время Почему-то Маленькие дети Не любят долго спать Вот больших не разбудить А маленькие Часто рано встают И вот Они встают Все вместе Все кормятся Ну, соответственно Там умываются Перед завтраком Мы молимся И Кушают кашу Хлеб с маслом Сыр Иногда сырники пеку Иногда блинчики жарю Ну, все В общем-то В таком духе Нам очень повезло У нас тут Школа начальная Прямо рядом с домом И вон там Даже вот видно Такой знак перехода Туда подъезжает Школьный автобус Так как это начальная школа А у меня дети уже В средней школе То они уезжают За 7 километров От дома Но подача транспорта Прямо к дому Прямо, можно сказать С комфортом Можно выйти в тапочках И доехать до школы Вот Дети, значит, в школе Младшие остаются со мной Если я что-то там По хозяйству не успела Там условно Сено раздать Или кому-то что-то Дать попить Выходит мой муж Ну, ему приходится выходить Несколько раз И с навозом помочь И с молоком помочь Потому что Все равно Уже я не тягаю Бидоны, ведра Вот Ну, мы так В общем-то Оптимизировали свой труд Стараемся сделать его Более таким простым То есть Сделали шланг Для воды Навоз у нас тоже там Так падает Удачно У коров Что они не пачкаются И не лежат в этом навозе Вот только у телок И у телят по-другому Ну, я надеюсь Скоро все выйдут в загон И будут гулять Поэтому Я думаю И это мы уже скоро Переживем Дальнейшее мое действие Покормить мужа Завтраком Он обычно завтракает Часов в 10 Ну, и соответственно Я с ним тоже присаживаюсь А потом Мы идем гулять с детьми Ну, во дворе, конечно Во дворе Или вот на детской площадке Которую нас здесь построили Заодно заглядываю в сарай Опять проверяю Все ли там нормально У всех есть ли вода Все ли довольны Как говорится Жвачку проверяю Потому что обычно Ну, животные после еды Отдыхают И жуют жвачку Жвачка Это признак здоровья Что у коз Что у коров Вот Потом, значит, обед С обедом, конечно Сложнее всего Потому что Если он у меня не готов Мне надо как-то ухитриться Да Ухитриться Его приготовить Почему ухитриться? Ну, потому что у меня Пятеро младших детей Погодок Самый старший, значит Сейчас будет Семь В мае Даниилу будет Так, Даниилу у нас пять Да? Даниилу пять Он сентябрьский Будет шесть Но они достаточно самостоятельные И тоже хорошие помощники Надо сказать Потом идет Милота моя София четыре Настя два Ну и самая зажигалка Это Матрона А Матрона К этому времени Уже хочет спать Ей всего годик И она Уже обычно К этому времени Притомляется Я ее укладываю Укладывать стараюсь В колясочке Чтобы она дышала Свежим воздухом Побольше И в общем Все Я отправляюсь на кухню Вот Готовлю обед Если папа Может Он старается Помочь с детьми Поиграть с ними Погулять с ними Позаниматься с ними Подурачиться с ними Вот Если не может Тогда приходится мне Что-то придумывать Чтобы они занялись Пока я готовлю Вот Но там Разные варианты Могут быть Значит Где-то В час Полвторого Я кормлю маленьких Обедом К полтретьему В три приезжают Уже средние Я стараюсь Всех младших Уложить спать Тут приходится Надо воевать Потому что Семилетка и шестилетка Спать уже не хочет Но У нас Строгий режим И я считаю Тихий час У всех должен быть Полежать хотя бы Отдохнуть Ну и дать покоя Нам всем От их гамма Шума Визга Ладно Уложили В три Полчетвертого Уложили На часочек Хотя бы Тут просыпается Матрона Матрона Евгеньевна Ей годик Я уже говорила Она просыпается И начинает Значит таки Просить кушать У нас Начинается Второй обед Тут как бы И папа уже Хочет покушать Папу кормим Тоже обедом Ну и мама Если успеет Вот В пять часов Полдник Полдник И Ну там Полдник легкий Фрукты Печеньки Чай Компот Молоко Чего угодно Кефир Пополнечили И быстренько На улицу Сейчас тепло Хорошо Вот На улицу Все выскочили Маме Остается Всего лишь Навсего Помыть всю посуду После обеда И полдника Ну у нас есть посудь моечная Она конечно Не справляется Сто процентов То есть она у нас работает Ну где-то Раз Два Три Четыре Пять Ну пять раз в день Она точно работает Она даже шесть Еще на ночь Вот Стиралка тоже по пять Шесть раз Запускается Ну и в общем На фоне нее Еще Моем мы Что-нибудь То что не вмещается Или то что нельзя мыть Ну тефлоновые там Всякие вещи И так далее Вот Значит уже Получается Шесть-семь часов Пора Идти в коровник Хорошо Уже средние дети Обычно К этому времени Чуть-чуть отдохнули Покушали Сделали уроки Вот Или доделывают там По очереди Выходит К младшим Вот И тут мы можем Совершенно спокойно Заниматься уже хозяйством Потому что Все у нас на виду Все рядышком И детям интересно Там яйца собрать Не знаю Козочек погладить Кому-то там Сено раздать Ну и все В принципе Как бы потом Заносим молоко Заносим детей Всего лишь навсего Потом надо это молоко Убрать В холодильник И покормить всех ужином Вопрос Когда этот ужин готовить В какой момент жизни Вот тут тоже возникает вопрос Где брать лишнее время Силы Потому что маме Маме Оле Многодетной маме Хочется тоже отдохнуть Хоть в какой-то момент А если я отдохну Прилягу То потом Мне придется Все остальные дела Делать В два раза быстрее Ну потому что Я сама у себя Это время забрала Но и не отдыхать нельзя Поэтому Муж подключается И к готовке И к выгулу детей Вот Сейчас скажете Ну а что сейчас ты делаешь Да Сейчас я вообще На самом деле Занималась на лошади То есть Занималась с детьми Так сказать Аэробикой Или ипотерапией Вот Очень у нас все это Хорошо и успешно Получается Вот А потом В общем Мы ее вот Немножко отшагали И она в принципе Не употела сильно Немножко попасти ее решили Когда получается лечь в 11 Когда получается в 12 А надо и в час И дела 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 Помимо таких женских дел Обычных там Уборки Стирки Готовки Почитать книжку детям Всех обнять Поцеловать У меня конечно Есть еще какие-то Свои дела Где-то что-то посчитать Где-то вспомнить О чем-то Позвонить Там не знаю Кому-то Маме Например Которой я Очень редко звоню Вот К сожалению Это я каюсь Просто иногда Хочется тишины Помолчать Посидеть Подумать Почитать Помолиться У меня к сожалению Так редко получается И все из-за усталости Все Занакопившееся Такой Да Вот Но сейчас конечно Все на меня набросятся Скажут А что ж ты тогда Детей рожала Столько штук Еще каждый год рожаешь Это же никакой жизни Своей личной Вот Не надо было тогда Надо было С собой заниматься Да нет Тут Дело-то в другом Констатация факта Это еще не значит Что я жалуюсь Я констатирую Как бы да Свою занятость Но мне это все Это приносит Большое удовольствие Я еще знаете Как себя Поначалу В принципе проверяла Я периодически Вырывалась из дома Ну когда даже Еще в городе мы жили У меня было Пятеро детей Я вырывалась К подружкам Типа того Что отдохнуть Хоть на пару дней Там в гости К родственникам Так вот Я даже уже через сутки Стонала Как мне хочется Обратно К своим детям К своему шуму К своему гаму И вот у меня Здесь была тоже поездка Ну может месяц назад Я уезжала к маме Там всего на 4 дня Я уже через сутки Заскучала Мне захотелось вернуться Все мои эти сложности Показались мне Таким кайфом Такой вот Вот такой кайф Находиться все время Со своей семьей Заботиться о детях Заботиться о хозяйстве Общаться со своим мужем Своими детьми Пахать как волк У каждого Свои развлечения Нет Ну серьезно Ребят Опять же Я же ведь Не призываю вас Там рожать по 10 детей Вроде ни в одном видео Не призывала Но самой-то мне нравится Поэтому Почему бы вам Как мне кажется Не узнать Как живет Многодетная мама Многодетная мама Ничего особенного На самом деле Все то же самое Что и у однодетной И у двудетной Все те же заботы Хлопоты Только вы ходите Еще на работу Если вы в городе живете Да там Ребенка в детский сад Отправляете А у меня полные Штаны радости Я с детишками Все время нахожусь рядом Я сама их воспитываю Не воспитательница Чужая тетенька А сама Ну и соответственно Папа все время дома Потому что у нас Ну Наша работа Это наше хозяйство Что потерялись Да Потерялись мои хорошие Вот Оно нас кормит Нас содержит Слава богу за все И муж у меня Никуда не ездит Ну только если заказы отвозит А так в основном Все время дома Детей воспитываем Мы вдвоем Мне кажется Это самое главное Что Дети видят нас вдвоем А не по отдельности Как это было раньше То есть даже если я не работала То муж приходил поздно вечером Уходил рано утром Они его видели только уставшим Или по выходным Ну тоже в принципе Уставшим и спящим Вылазки На природу Или по магазинам Они были такие редкие И такие сумбурные И такие быстрее-быстрее Что сейчас По сравнению с той городской жизнью Мы реально кайфуем Потому что мы все время находимся На природе Это раз Ой, не надо ко мне подходить Не надо ко мне подходить Вот Во-вторых Конечно у нас Все время Все время наша занятость Она у нас происходит Ну совместная Да То есть мы все время вместе Так Мне придется взять палку Да Вместе мы занимаемся Всеми нашими домашними делами И хозяйственными И дети видят И дети видят Как вообще Выращиваются животные Что из этих продуктов Вообще Как бы сказать Производится Молоко Масло Творк Сметана Животных выращиваем Значит Мясо свое будет Ну то есть Рождение маленьких козлят Телят Не знаю Поросят Умилительно Очень Да Моя хорошая беременная коза Какая же ты круглая Такая же как и я Вот И в общем Тут конечно много 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 преимуществ Я не буду долго вам расписывать О них Ладно Каждый делает свой выбор в жизни Он нам Самое главное Что нам есть с чем сравнить Мы жили в городе Теперь мы знаем Зачем мы зарабатываем деньги Зачем мы Живем Тут И почему Для нас это в приоритете Ну Просто даже на вскидку Если коротко Живя в городе Мы зарабатывали деньги Для того чтобы Ну условно Для того чтобы жить в квартире Оплачивать коммуналку Пить отравленную воду Отравленную Не просто там Хлоркой Это же вообще вода Неизвестно откуда И какая Дышать выхлопными газами Покупать Очень плохую еду Сомнительного качества Неизвестно из чего Ну в общем То есть смысл Смысл этой городской жизни Для наших Для нашей семьи Для наших детей Он как-то был очень Настолько Паршивый Что сейчас Все очень обоснованно Да Мы здесь живем Чтобы Чтобы быть здоровыми В принципе Природа Она настолько Умиротворяет человека Что Здоровье Духовное Душевное И телесное Вот такие дела Сейчас уже Дело к вечеру Я говорю Что мне надо Возвращаться И я вернусь Конечно же Сейчас быстро Быстро Бегом Вот Ложимся Мы спать С мужем Поздно Он вообще Надо В 3 часа Может лечь спать И в 2 часа Лечь спать Чтобы все Доделать Спокойно В тишине А детишки Конечно Ложатся В 10 Ну крайний срок Пулодинства Старшие Ложатся Спать Отдыхать Да Кстати Дневной сон Прописан всем В нашей семье И мы Даже не уговаривая У нас Старшие дети Стараются днем Отдохнуть И поспать Мне кажется Это так классно Когда Организм хочет И ему дают Эту возможность Отдохнуть Вот такие дела Спасибо вам За то Что посмотрели Это видео Пошли мы домой Всего вам доброго Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok